Доброго всем времяпровождения! Тартл Рок Студиос И с чем же его едят? Прежде всего, это кооперативный шутер, но не в обычном понимании этого слова. Там и присутствует кое-какой, но все же сюжет, и элементы многопользовательской игры, и красивый мир. Работа над Left 4 Dead не прошла для разработчиков бесследно. Многое Evolve заимствует у зомби-шутера. Однако есть и заметное отличие. Во-первых, противостояние будет вестись четыре игрока против одного. В Стане Четверки будут люди или охотники, у которых цель уничтожить монстра. Он же управляется оппонентом-игроком. Его миссия — стать сильнее, хитрее и ловчее, а заодно вывести генератор из строя. Для этого ему придется убивать людей, а также живность, кое в изобилии будет в проекте. И, как вы понимаете, стиль игры у враждующих сторон совсем разный. Монстру нужно скрываться в растительности, поедать животных, эволюционировать, а это, кстати, очень важно. В первые минуты боя он очень слаб, и команда Homo Sapiens без проблем справится с ним. Но если они упускают такую возможность, им придется иметь дело с мощной Годзиллой, для которой охотники — горстка неудачников. А респаун, как правило, происходит через две минуты, а место выбирается совершенно произвольное, чаще всего подальше от возможных стычек. Но не нужно думать, что люди слабы и беспомощны. Во-первых, грамотно организованная и сплоченная команда опасна для зубастого хищника. Во-вторых, у каждого есть разделение по классу. Медик лечит товарищей на ходу, штурмовик орудует тяжелым вооружением, поддержка делает товарищей по оружию невидимыми, а разведчик расставляет электромагнитные ловушки и удерживает монстра гарпуном. Объединяет их всех одно — реактивный ранец. Он служит отличным средством для быстрого перемещения по карте. А драбость от убийственных лап получается тоже сподручнее с ним. Кстати, положение монстра не такое уж доминирующее, как может показаться изначально. Управлять махиной можно только от третьего лица, но передвигается она как-то неуклюже. Среди спецспособностей стоит выделить особое зрение. Оно подсвечивает силуэты жертв, медленную регенерацию, возможность извергать пламя и эволюцию. Мир, в котором проходят баталии, интересен, динамичен и, конечно же, красив. Тут сказываются возможности графического движка CryEngine 3, на котором и создается Evolve. Подытожим. Evolve — та игра, где на первое место выносится слаженное командное взаимодействие. Бои достаточно красивы и динамичны. Если разработчики допилят баланс, то можно будет на 100% утверждать, что проект выстрелит. На что мы и надеемся. Релиз проекта запланирован на осень этого года. На этом все. Лайк, если понравилось. Не забудьте подписаться на канал Гохи. Интересности там выходят каждый день. Ну и, конечно, оставляйте комментарии. С вами был PreviewsBlog. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова